Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим про многодетные семьи, про их проблемы, с которыми они сталкиваются. Если у вас также есть какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в прямой эфир. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Сегодня наши гости Сергей Александрович Измайлов. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Александрович заместитель председателя нашей общественной палаты. И кроме того, мы сегодня приветствуем Тамару Владимировну Гульбину. Добрый вечер. Добрый вечер. Тамара Владимировна руководитель организации «Центр поддержки семьи, материнства и детства. Много нас». Рад, что вы к нам сегодня приехали. Много детства и многодетные семьи – это проблема, в общем-то, ну не скажу, что какого-то первого уровня, конечно, в государстве. Потому что не так давно у нас вообще с демографией было неважно, скажем так. Но сейчас ситуация явно изменяется. Естественный прирост населения не в последнюю, конечно, очередь случился за счет того, что появились, наконец, массово многодетные семьи. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки узнать, как им сегодня живется. Потому что завести-то ребенка может дело и не хитрое, а вот воспитать его, найти деньги на его воспитание, достойный уровень жизни. Да и о себе, в общем-то, своей там, с пругой, предположим, не забывать. Это тоже то, что нам бы хотелось. Наверное, Сергей, Александрович, первый вопрос все-таки к вам, как именно к представителю общественной палаты. А вот что у нас в Одинцовском конкретно районе сегодня с многодетными? Ну, у нас с многодетными, многодетные это не проблема. Это, наоборот, это, с одной стороны, счастье. А с другой стороны, да, конечно, возникает... У нас государство, в принципе, стремится поддерживать многодетных, но не на все хватает денег. И, соответственно, количество многодетных прибавляется. Люди, естественно, хотят получить этот статус. И получить дополнительные гарантии от государства. Но случаются такие конфузы, когда из-за ряда проблем многодетные сталкиваются с рядом сложностей. В частности, это приобретение земельных участков. Некоторые многодетные сталкиваются с проблемой постановкой в очередь на квартиры льготы. Реализация этих льгот. Ну, поскольку, например, у нас есть несколько обращений в общественной палате. Сергей Алексеевич, давайте мы к этому вопросу вернемся. Сперва, вот в целом, давайте поймем, а что такое вообще многодетная семья? Вот двое детей в семье, это многодетная? Нет, многодетная это три и более. По законодательству у нас многодетная семья считается семьями, которые от трех детей и больше. А какие же могут быть проблемы, если три ребенка есть именно с постановкой на учет? Ну, как правило, вот у нас два обращения. Это связано не с тем, что родители по разным причинам зарегистрированы в разных субъектах. Один в Московской области, а другой в каком-то другом субъекте. И, соответственно, да, ну, например, в Москве. По разным причинам это может происходить, там, социальный наим, там, ну, абсолютно разные причины у каждого, своя проблема. Но закон о Московской области предусмотрен некий такой ценз оседлости, что семья многодетная, она имеет полноценные, как бы, права на льготы именно с получением, проживанием в Московской области более пяти лет, регистрация обоих родителей в Московской области. И, соответственно, после этого она имеет полноценно встать на учет, получить удостоверение, встать на очередь, получить земельный участок, который полагается из многодетной семьи. Но ведь получить регистрацию, предположим, если супруг проживает в Москве, именно в Московской области, конечно, не так уж и просто. И тем более, я так понимаю, а после этого он также должен пять лет прожить здесь, правильно? Да, абсолютно точно. Какие же варианты есть для того, чтобы как-то с этим разобраться? Ну, по сути, выполнять закон, с одной стороны, это именно проживание, и второй момент, мы сейчас готовим обращение уже в общественную палату области с вопросом. Просто дело в том, что данное законодательство у нас дано на откуп субъектам Российской Федерации, и каждый субъект по-своему решает этот вопрос. И я даже читал ряд исследований, ряд областей, вот именно установили такие цензы по территории, цензы по проживанию, что, в общем-то, ограничивает права многодетных. И многие субъекты, если наоборот, идут навстречу, снимают эти ограничения. То есть, ну, это вопрос больше общественной, ну, субъекта и общественной палаты субъекта Московской области, поэтому... То есть, я так понимаю, это не федеральная политика, таким образом, вот интересно, а что может выиграть субъект от того, что, таким образом, в общем-то, фактически создаются барьеры, да, для признания семьи многодетной? Ну, субъект, по сути, теряет, ему требуется дополнительное финансирование на выделение... Таким образом, он может сэкономить, получается. Да, да, просто именно экономия, ну, и, ну, такой, наверное, социальный негатив, что, вроде, со стороны федеральных властей говорится о том, что мы поддерживаем многодетных, то есть, мы идем на этот рост, но вот в субъектах он, как бы, сужает границы, такой, гарантии многодетных в этой сфере. А известно ли, сколько в Одинцовском районе примерно вообще существует многодетных семей? Ну, около, официально это, около трех тысяч, ну, где-то, примерно, там, две с чем-то, но официально, но неофициально, да, мы понимаем, что это в два раза, скорее всего, больше многодетных семей. То есть, около трех тысяч, получается, как раз-таки зарегистрировано? Это зарегистрировано, да. А остальные проблемы? Сейчас обостоверение многие не могут получить семьи, как раз из-за этого закона, вот, 11 марта. Поэтому у нас очень много семей обращаются именно с этой проблемой, то, что они, по факту, являются вот многодетной семьей, но они юридически не многодетная семья. Естественно, и пособия они получить не могут уже. Ну, понятно. А если мы разговаривали, как раз-таки, о пособиях, то какую, действительно, льготную помощь многодетные семьи могут, вот, по факту, иметь, если они не претендуют, там, предположим, на какие-то земельные участки и так далее, в плане, вот, проездов, предположим, и так далее, есть ли какие-либо льготы? Конечно, это компенсация школьной формы, это проезд общественным транспортом, как раз-таки, как раз, вот, земельный участок многодетная семья может получить. Ну, во всяком случае, встать на очередь, да, на получение, ну, исходя из очереди получить этот участок. Ну, также, да, школьная форма, дополнительное, там, субсидирование многодетной семьи, это, ну, имеются такие льготы, но... Сам вопрос только именно в получении статуса официального запретителя. И тут, я понимаю, как раз-таки, что называется, дьявол кроется в деталях, именно с земельными участками, насколько я понимаю, обычно нелегко разбираться с многодетным семьям. Обращаются ли, вот, в вашу организацию, в вашу общественную организацию и движение люди именно по вопросам получения земельных участков у нас в районе? У нас есть острая проблема с этим. Ну, хотя, вот, факт того, что сейчас у нас, на самом деле, семьи стали получать участки, он буквально сейчас в конце декабря или в начале следующего года, у нас снова будет где-то выдача около 150 участков земельных. Но проблема даже не в этом уже, если раньше была в выдаче, то сейчас проблема именно в инфраструктуре уже полученных участков многодетными семьями. То есть дорог нет, газ, электричество, то есть люди уже хотят, они имеют эти участки, но что с этими участками делать, они не знают, потому что реально хотят там жить, но нет возможности. То есть получается, что заботливо государство выдает участок, но по факту выясняется, что это либо участок вообще где-нибудь в лесу, либо на болоте, то есть там, в общем-то, это не жилье получается. Ну, здесь, да, проблема-то и не только в этом. С выделением земельного участка необходимо просто достраивать инфраструктуру. И здесь муниципалитет не всегда в силах это сделать чисто финансово. Даже такой муниципалитет, как наш, в принципе, достаточно благополучный. И требуется, естественно, поддержка области, потому что самостоятельно провести... То есть там есть участки, вот у нас даже был круглый стол организован в октябре. И Светлана тоже участвовала как раз в этом же круглом столе, где освещались эти вопросы. И дело в том, что не только муниципалитет район, а муниципалитет имеется в виду городское поселение, ну, например, Кубинка. У них бюджет тоже сверстан таким образом, что не хватает денежных средств на необходимую инфраструктуру, даже на выделенных земельных участках, даже подвести ее. И это колоссальное вложение, которое не найти ни в городском поселении, ни в районном муниципалитете, а именно нужна какая-то более мощная поддержка субъекта, федерации. Ну, так по факту получается, что людям делать? С одной стороны, вы правильно сказали, существует диссонанс. С одной стороны, имеется государственная пропаганда, и, в принципе, в нашей стране всегда с этим было достаточно все понятно. Чем больше семья, тем лучше. Я думаю, у нас у всех все еще живы, там, и бабушки, и дедушки, которые помнят, что у них там по шесть сестер были. Конечно. Все разъехались, там, переженили, замуж вышли, даже не помнят, сколько там их в конечном счете и было. И это было, в общем-то, нормально, понятно, и тем, в общем-то, всегда сильные были. А с другой стороны, люди понимают, что, попав в действительность вместе со всем этим большим количеством детей на руках, фактически делать-то нечего. Вот, опять же, если брать те же земельные участки. Ну, вот формально процедура соблюдена, люди действительно землю получили. Но понятно, что это земля, на ней абсолютно невозможно ни жить, ни даже существовать. Все-таки, что может, действительно, сегодня, вот в Одинцовском конкретном районе семья в данном случае делать? Ну, на круглом столе вопрос решился, ну, не решился, конечно, а прозвучало такое мнение, что необходимо время для получения финансирования. То есть, к сожалению, пока другое, либо какое-то согласование совместных программ, субъекты и районов, потому что... Администрация идет навстречу в этом плане. Они не говорят, что это ваша проблема, да, сами этим занимайтесь. Видно, что администрация настроена как положительная в этом плане, действительно протягивает руку, вот помощь, и говорит, да, давайте мы совместно будем двигаться в это направление, чтобы это все у нас было. Ну, проблемы сейчас в бюджете у нас, я так понимаю, да, вот большая проблема именно в этом. Да, и причем даже есть в конкретных случаях муниципалитет в чем-то может помочь, ну, например, там, в части электричества, да, или подвести, помочь завести точку газа, да, а распределение уже, там, ну, более широкой сети, она невозможна пока в текущем, там, финансовом году и в следующем финансовом году. Там, возможно, запланировать там еще только через год. То есть муниципалитет здесь не открещивается от этого и действительно помогает. Где-то достаточно там обустроить, ну, тот же съезд на участке. Это тоже, в принципе, администрация может помочь в этом, те же городские и сельские администрации. Но в крупных инфраструктурных таких проектах, конечно, только муниципалитет, силам муниципалитета это не осилит. Ну, я так понимаю, соответственно, муниципалитет экономически зависим от федерального центра в данном случае. Ну, от субъекта, да. От субъекта, да. От субъекта, от федерального центра, конечно. Получается, что, смотрите, сейчас ситуация у нас с экономикой известная. На фоне, в общем-то, заявления некоторых политических деятелей, Гуликова не так давно у нас сообщила, что резервный фонд рискует полностью исчерпать свои ресурсы в 2017 году. В общем-то, сложно, да, говорить о том, что у федерального центра внезапно появятся какие-то баснословные деньги, которые они решат выделить, ну, вот, именно на многодетные семьи. Вот в таких условиях речь идет, когда вы говорите о том, что нужно подождать. Вы имеете в виду именно подождать, пока наступят более счастливые экономические времена? Или пока вот нынешняя экономика утрясется, будет как-то реструктурированы вот эти вот расходы? И, соответственно, многодетные также получат свои какие-то вот отдельные, но обязательные, скажем так, поступления с бюджетом? Ну, здесь, наверное, все вместе и то, и другое. И, кроме этого, ну, может быть, совместное какое-то финансирование. То есть, с одной стороны, многодетные готовы вложить собственные средства для того, чтобы обустроить свои земельные участки, построить дом, ну, то есть как-то обустроить этот земельный участок. То есть здесь и администрация тоже, она говорит, мы готовы это сделать, но мы можем растянуть, ну, просто чисто по времени это сделать не в один год, а в два, в три, в пять. То есть какие-то проекты, ну, какую-то инфраструктуру можно сделать сразу, вот буквально там высыпав два КАМАЗа грунта и там утрамбовав и песка, например, да, и разровняв и обустроив ест. А какие-то проекты нужно, ну, администрация может досилить, например, только через пять лет. Ну, опять же, то есть, получается, если метафору, опять же, использовать, какой-то песочный замок можно построить просто пригнав КАМАЗ, но тот же песочный замок, чтобы построить из того же там самосвала КАМАЗа, придется подождать, пока будут деньги на вот эту часть песка, ту и ту, и ту, и это должно быть по годам распределено как-то, правильно? Да. Ну, что же, тогда у меня, соответственно, вопрос непосредственно по вашей работе совместной, как общественных организаций. Чем именно общественники Одинцовского района могут многодетным семьям помочь? Вот именно в достижении вот этих целей совместных. Если мы, понимаете, если каждый по отдельности что-то делает, какую-то вот проблему пытаются решить, его, конечно, никто не услышит. Но когда за дело берутся, берется уже большая часть людей, как вот общественники наши, то уже информация доносится до нужных людей, и там тоже начинают шевелиться, начинают тоже прислушиваться, и что-то начинает сдвигаться с места. То есть в данном случае играет большую роль наличие у вас связей, в том числе и с властями муниципалитетов, а также то, что многодетные семьи становятся, опять же, не отдельными, там, одинокими голосами, а большой организацией, которая поднимает эту проблему на информационном уровне высоком достаточно, правильно понимаете? Они понимают, что они не одни, что их свидетельственно слышат. То есть так они боролись одни, а так, получается, к ним уже пришли люди на поддержку, действительно, и пытаются решить какие-то проблемы. Ну и в данном случае общественная палата, она как инструмент, ну, собственно, она создавалась для диалога, для такого совместного диалога властей и жителей, простых граждан, чтобы как бы сесть за стол переговоров, обсудить эту тему, наметить какие-то совместные пути решения. То есть именно как инструмент, вот, общественная палата консолидирует движение и не только просто граждан отдельных, но и в том числе и некоммерческих организаций, таких вот общественных структур для совместного поиска путей решения проблемы. Тамара Владимировна, следующий вопрос, пожалуй, к вам, как представителю именно общественной организации нашего района. Наша палата общественная очень много акций проводит совместно с самыми различными активистами. Вы с ними также работаете или просто обмениваетесь информацией? Работаем совместно. Вот у нас первая совместная акция была «Я бегу, ребенку помогу». Ну и дальше, вот, недавно у нас праздник совместный был, это «Вселенная по имени мама», то есть праздник, который мы провели вместе, сообща, 26 ноября. Артип, праздник тоже мы принимали участие вместе с общественной палатой. А зачем вот вам-то непосредственно общественная палата? Почему именно к ним обращаетесь и совместно работаете? Потому что мы такие же общественники. То есть, что такое общественная организация? То есть, те же самые общественники. То есть, мы все действенно сообщаем. Объединяя силы, как раз-таки вы используете контакты друг к другу, опыт сотрудников других организаций и так далее. Но есть ли какие-то планы на будущее, может быть, увеличивать количество подобных акций? Может быть, какие-то отдельные новые направления их развивать и так далее? В направлении, конечно, и планы большие у нас вместе с общественной палатой. Даже на ближайшее будущее сейчас не будем просто раскрывать все карты. Но потихонечку-потихонечку организация расширяется вместе с общественной палатой. Ну что же, по поводу как раз-таки последнего мероприятия, о котором вы говорили, «Вселенная по имени мама». Так получилось, что моя коллега Мария Подъяпольская также присутствовала вместе со съемочной группой данного мероприятия. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть, как именно все это проходило. Мамин день должен быть самым ярким и беззаботным. Но как пойти на праздник без своего чада? А если их несколько? А если погодки? О том, как сделать мамин праздник одинаково интересным для взрослых и детей, позаботились одинцовские активисты. Организация «Много нас» совместно с общественной палатой Одинцовского района, благотворительным фондом Оксаны Федоровой и Содружеством раннего развития придумали разделить фойе спортивно-зрелищного комплекса на 20 интерактивных площадок, где нашлось занятие по душе каждому. Здесь есть, работает большое количество площадок для деток разных возрастов, даже подростков. И мам – это зона красоты, которую впервые мы делаем. И там ажиотаж, честно говоря, несмотря на то, что мамы пришли с детьми, кто-то подстраховался с папочками, а кто-то и отдал своего ребенка в распоряжение психологов. Сегодня общественные организации стали лидерами, инициаторами данного мероприятия. Ну, конечно же, по инициативе Андрея Робертовича Иванова он дал отмашку, чтобы они сегодня все свои желания исполнили, чтобы все встретились, пообщались, чтобы все были при деле. Одна из самых популярных секций – территория красоты. Здесь и консультация косметолога, и легкий мейкап, и прическа на вечер. К парикмахеру-стилисту Елене выстроилась очередь «Спрос на красоту во все времена велик». Какие у вас самые любимые, может быть, самые рейтинговые сегодня прически какие? Вы знаете, все. И кудри, и плетение, все востребовано. Ну, что в моде у мам сегодня в первую очередь? Наверное, больше локоны. Фестиваль предполагал конкурс рисунков и фотографий. Председателем жюри выступил знаменитый художник Ренат Шафиков. А это – интеллектуальная площадка для молодежи. Интерактивные экскурсии – проект администрации Янцовского района. Программа – иллюстратор школьной программы. И это выезды детей. Когда дети готовы выехать на экскурсию, они приезжают уже готовые. Для этого им нужно пройти определенные тесты, что они сейчас делают лучше своих родителей. Вот наши друзья сейчас из школы «Надежда» творят чудеса. А вот девочка Алена только что стала абсолютным победителем и выиграла не только для себя, а для всей своей семьи 10-процентную скидку на эти экскурсии. Фестиваль «Вселенная по имени мамы» объединил разные семьи. Но особое внимание к многодетным. В Одинцовском районе 2254 многодетных семьи, где воспитывается 6800 детей. За вклад в реализацию социально значимых программ благодарственные письма от главы района получили активные многодетные мамы. С каждым годом гражданскую активность проявляет все больше женщин. Семья, дом, работа. К этой цепочке добавилась и общественная деятельность. Жизнь ставит перед современной мамой огромное количество задач. Нужно везде успевать. Нужно успевать и дома, и на работе, и в семье, и в взаимоотношениях с мужем. И, конечно, иногда это нереально все осуществить. Но тем мамам, которые ставят в приоритет свою семью, и атмосферу уюта и добра и тепла в доме, у нее все получается. Ей как-то жизнь помогает. Звездный телеведущий Оксана Федорова, открывая фестиваль, поздравила всех мам с праздником любви, доброты и красоты. К теплым речам присоединились артисты продюсерского центра «Эколь», школы танца или «Дэнс». А модный дом Веры Домокош приодела Денцовских мам и дочек в стильные наряды. В первую очередь хочу поздравить всех мам России. Если есть у вас, вас также поздравить. Пожелать всем здоровья. К сожалению, у меня рана мама ушла. Ну, я мама двух детей замечательных дочек. Я пожелаю вам радости. Радости от каждого дня, от успехов своих детей, от их улыбок. И веры в то, что все будет хорошо. Детки вырастут, и вы станете счастливыми бабушками. А мамам хочу пожелать, ну, в первую очередь, это здоровья. Потому что здоровая мама, счастливая мама и веселая мама. Хочу поздравить с праздником всех мам. Пожелать здоровья, счастья и большой любви всем. За поддержку мероприятия и активность мамочек Одинцовского района поблагодарила и Елена Фоминых, президент Ассоциации многодетных семей Подмосковья «Много нас». Вечер был полон сюрпризов и подарков. Ведь день мамы – это как день рождения, на котором в этот раз было почти 2000 именинниц. Ну что же, вот так прошло это мероприятие. Тем временем в нашей студии мы встречаем еще одного гостя, наш завсегдатый, Светлана Геннадьевна Налепова. Добрый вечер. Здравствуйте. Светлана Геннадьевна Тесна, секретарь общественной палаты и человек, который, в общем-то, присутствует практически во всех наших сюжетах, связанных с общественной палатой. Поэтому, Светлана Геннадьевна, к вам и вопрос по поводу данного конкретного мероприятия «Вселенная по имени мамы». Ну, расскажите что-нибудь, что мы еще не услышали в сюжете. Почему вообще решили его провести? Потому что статистика понятна, а вот изначально идея какая в этом лежала? Ну, первое, что я хотела сказать, мы очень активно сейчас взаимодействуем с общественными организациями. Это такой новый формат работы общественных палат, в принципе, муниципальных. У нас при общественной палате создан совет НКО, в который входит более 20 некоммерческих организаций. Одна из них как раз организация «Оно много нас». Есть и другие сообщества родительские. И когда одновременно несколько предложений поступило по организации «Дня матери» и огромная просьба была пригласить на этот день не только, допустим, многодетных или льготников, а просто обычных мам, мы как бы согласились. И понятно было, что людей будет много желающих, но мы не ожидали, что столько. Просто не ожидали. То есть, благодаря общественным организациям мы планировали порядка тысячи человек, ну, плюс там 200 артистов с организаторами, с волонтерами. То есть, 1200. Но когда нам сообщили, что даже данные с раздевалки, да, что более 2000 уже номерков в определенный период, ну, в определенный момент мероприятия уже отдано, мы были очень удивлены, понимали, что, ну, то есть, в нашем мероприятии мы не рассчитывали на такой отклик. Сейчас, Светлана Геннадьевна, продолжим эту беседу. Предлагаю принять звоночек от нашего телезрителя и потом поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Сорвался, к сожалению, звоночек, но ничего страшного. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о многодетных семьях, однако любой ваш вопрос по любой сфере, ЖКХ, спорт, культура, в любом случае нами рассматривается, мы его передаем в общественную палату, он считается официальным обращением в общественную палату Одинцовского района. Напоминаю, что наш телефон 508-86-84, звоните. Ну что же, по поводу конкретно данного мероприятия, удивило, конечно, обилие именно общественных организаций, которые у нас есть. И мы поняли, что общественная организация – это не просто какое-то название, условная какая-то организация, это действительно объединение, за которыми стоит большое количество людей и социальных проектов. И общественные организации как приглашали родителей с детьми, так и сами принимали участие в площадках. Например, Сейчас вам приведите пример, примем еще один звоночек. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос такой. У меня минимальная пенсия – 8-9 лет. Куда я только не обращалась, Путину однажды мне как 6 тысяч единовременно добавили, и больше я никак не могу ничего добиться. Я 37 лет стажа, 4 диплома. И не пришлось мне высшее образование получила, а перестройка все испортила, и я не могла никуда устроиться, работала в Голицыно-воспитале, кормила больных. А вы считаете, что… Да, была зарплата, была большая, 23 тысячи. А взяли пенсию, в столице, в фабрике, у меня дочь там болела, и всего у меня 8-9 классов прожить на такую пенсию. Это еще за квартиру дочь платит, 30,5 тысяч у меня на лекарства идет. Как вот прожить? У меня осталось вот денег, тысяча рублей, а дожить надо до какого-то месяца, чтобы получить следующую пенсию. Я так думаю, ее дадут в месяц. Честно говоря, я преклоняюсь перед нашими пенсионерами, которые при таком заработке живет и платят вовремя, причем коммунальные платежи. На самом деле у нас есть специалисты при комиссии по социальной политике, которые помогают вот в этом случае, консультируют и помогают при пересчете пенсии. Нам бы ваш телефон, ну только актуальный, сейчас получить, мы зарегистрируем обращение и посмотрим, что можно с этим сделать. Спасибо огромное за звонок. Как-то даже выбило, честно говоря, из кали, потому что 8 тысяч 900 рублей. Да, вот так. 8 тысяч 900 рублей. Да, вот так вот он. При нынешнем курсе доллара. И соответственно при ценах в магазине. Более того, скажу, когда проблемы были с управляющими компаниями, льгот вот этот 50% долго не компенсировали, а люди в возрасте исправно платили коммунальные платежи в полном размере. Когда разбирались с этим моментом, было очень... Это, знаете, на самом деле, конечно, с одной стороны очень впечатляет, потому что это, знаете, такая советская закалка, да, раз надо, значит сделаю. Но, с другой стороны, ну, еще раз, 8 тысяч 900 рублей. Кому рассказать не поверят. Причем, я так понимаю, это далеко ведь не минимальная зарплата, пенсия, которую можно вообще представить по Московской области, вообще по регионам нашей страны. Ну, я слышала про 6 тысяч, но не знаю, может, уже это переиндексировано. Да, 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 мне тоже как раз-таки 6 тысяч, вот какая-то там история буквально не так давно была, но слуху в голову пришла. Ну, я так понимаю, ваши специалисты свяжутся, конечно, с человеком. Возможно, да, возможно, если есть возможность, то помогут, соответственно, в рамках, в рамках, соответственно, закона. Ну, и тогда... Только очень большая проблема телефонов. Пожалуйста, уточняйте точный номер телефоном, потом не можем дозвониться после эфира. Ну, наш специалист сидит, я надеюсь, если женщина оставила телефон. Если не оставила, вы можете прямо сейчас перезвонить и нашему специалисту-оператору оставить. С вами вот общественная палата, по словам ответственного ее секретаря, обязательно свяжется. Светлана Геннадьевна, Сергей Александрович, не так много времени у нас осталось. Давайте последний вопрос мы сегодня обсудим по поводу запланированных акций. Вот мы с Тамарой Владимировной начали эту тему. Может быть, что-то более подробное уже есть? Мы сейчас собираем системные вопросы, в том числе и от НКО в области семьи и детства, если ближе к теме передачи. И мы планируем в ближайшее время круглые столы по темам здравоохранения. А по поводу праздников, новогодние праздники у нас благотворительные 20-го числа. То есть мы собираем максимально семьи, которые нуждаются в помощи, и у нас будут подарки и мероприятия. И, соответственно, обычно все по датам идут. День инвалидов уже прошел. Дальше у нас, наверное, 8 марта, 23 февраля. Но семья эта, скорее всего, больше к 8 марта подойдет. Вот мы сейчас об этом думаем. Но вот сейчас мы сконцентрированы по плану только на системных вопросах, которые сейчас есть. И, соответственно, доп. образование и образование. На самом деле, что многодетных особенно. Им любой социальный вопрос детский, их всего касается. Потому что если там трое детей, то чаще всего это разных мастерствов. Это и малыш, которому детский сад надо, там дошкольник, который дошкольная подготовка, там и досмотр. И школьник, и потом где-то попозже, кому-то там нужно понимать, что там с 9 классом, с трудоустройством, с профориентацией. И все вопросы интересные. Трудоустройство потом молодежи, чтобы как-то помогать семье. То есть все социальные вопросы, их волнуют. Очень много как бы общественников, которые, ну, в принципе, это нормально, это все так должно быть, которые, исходя из какой-то своей личной истории, поднимают какой-то вопрос. А здесь получается, что для многодетных личная история – это любой возраст. Очень часто какой-то проект запускают, например, до трех лет, потому что у тебя малыш. Потом этот проект вроде уходит, следующий. А у многодетных это вот как-то по кругу идет. Но с другой стороны, знаете, получается такая забавная ретроспектива. У многодетных мам, пап, фактически вся жизнь юная перед глазами. Потому что, как вы сказали, это и совсем юные возрасты, и дошколяты, и школьники. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали, довольно важную тему обсудили. Думаю, что когда в следующий раз увидимся, будут уже какие-то результаты новогодних ваших акций, и будет уже о чем поговорить. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о многодетных семьях, их проблемах, с которыми они сталкиваются в Одинцовском районе, да и вообще по всей стране. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Или напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или же написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю.